МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир канала Башкирского спутникового телевидения продолжает Океарская студия телерадиообещания. Информационный выпуск новостей. С самыми яркими и актуальными событиями вторника, 8 сентября, вас ознакомят наши корреспонденты и я, Гульнас Ибрагимова. Смотрите сегодня в выпуске. Партийный проект «Реальные дела» набирает обороты. Медалью материнской славы наградили еще трех женщин района. Все самое лучшее создается в семье. Образцовая семья Булатовых. А теперь обо всем подробнее. Проект «Реальные дела» партии «Единая Россия» в республике набирает обороты. Наказы граждан приняты к сведению, и некоторые из них уже реализованы. В нашем районе таких объектов пять. О том, что уже сделано и что предстоит сделать, разбирался наш корреспондент. Сельский клуб деревни Исиангельзина, построенный еще в 1967 году, нуждается в капитальном ремонте. Последний раз кровлю здания меняли в 1991 году. Но сегодня крыши местами протекают, особенно в котельной. По словам местных жителей, несмотря на плачевное состояние клуба, огни его не гаснут. Сюда часто приезжают с концертами и спектаклями артисты из близлежащих городов. Мелкий ремонт здесь периодически делают неравнодушные жители во главе с культороганизатором Альфирой Айдбаевой. Альфира Мухамедьянана ждет и дождется, когда работа закипит. Планируют заменить кровлю, полы и оборудовать сцену. Строительные материалы уже ждут своего часа. А местные жители и сегодня готовы помочь. Альфира Мухамедьянана ждут своего часа. А вот состояние сельского клуба деревни Валитова удовлетворительное. Добротное здание построили в 1972 году. В начале 90-х проводился косметический ремонт. Сегодня же клубу требуется лишь замена кровли. На данный объект по проекту «Реальные дела» выделены 100 тысяч рублей. У детского сада Лейсен деревня Мамбетова сыпится потолок, протекает крыша. Из-за этого в прошлом году его пришлось закрыть. Здание 1978 года постройки нуждается в капитальном ремонте не только кровли, потолка и тамбура, а еще необходимо заменить окна. По проекту на данный объект выделено 1 миллион 400 тысяч рублей. Районная администрация добавила еще 200 тысяч. Таким образом, этих средств должно хватить по смете. Обновленный детский сад ждут не только дети, но и воспитатели. Конечно, есть будущее. У нас в деревне детей много. 25 детей в данный момент по списку. Четверо детей еще стоят на очереди. Поэтому и рождаемость у нас в деревне хорошая. Наказ жителей районного центра уже исполнен. Автономный источник освещения на природной энергии освещает пересечение дорог в сторону сел Степной и Федоровка. Нужно сказать, что автономный источник работает на энергии ветра и солнца. На его установку партии «Единая Россия» было выделено 200 тысяч рублей. Самых необходимых для населения насущных проблем надо было решать. Для этого республикам, правительствам было выделено для реализации наказа депутатов 1 миллион 803 тысяч рублей. Это для нашего района. Мы устанавливали сроки исполнения. И мы под контролем держим. И глава нашего района под контролем держит. Этим заинтересован отдел культуры. Потому что клуб их виден. Находится детский сад, отделы образования тоже задействовано, чтобы они под контролем держали. И со своей стороны моей администрации, и наши местные отдельные партии, и совет муниципального района постоянно интересуются, постоянно под контролем держим. Прежде чем приступать осуществлять проект, население района неоднократно собиралось на сходы граждан и собрания. Исходя из этого, было выбрано пять приоритетных направлений. Сегодня некоторые из них уже реализованы. Еще на три мамы героини в районе стало больше. Вчера Любовь Каримова, Айгуль Давлетбаева и Дильбара Бачурина поделили своими эмоциями от поездки в столицу с главой района Раилами Прагимовым. В приятной дружеской обстановке присутствовала и наша съемочная группа. Приятные воспоминания еще греют душу, а на груди красуется медаль «Материнская слава». Но самая главная награда женщин – это их дети. Все они воспитывают пятерых детей, да и сами росли в многодетных семьях, поэтому считают, что семья должна быть большой и дружной. У меня мама в 1976 году получила такую же медаль. И очень много племянников из многодетной семьи. И сама стала многодетной мамой. Дети, каждый по-своему отдельно, разные, но без них никак. Они просто, знаете, сказать тяжело растить. Это любая женщина может, но их надо вырастить. Их надо с душой и с любовью растить. На встречу с главой района многодетные мамы пришли в хорошем настроении. Рассказали о поездке, о детях, о возникающих трудностях в семье. Тяготы бывают, но это временные явления, с которыми семьи уже научились справляться. Многодетные семьи Бочульных из села Ивановка и Давледбаевых из села Акьяр воспитывают также детей-инвалидов. Но, несмотря на это, супруги не падают духом, живут с хорошей надеждой на будущее. Мен, пять балам, ауэр түгіл ендеген, дурлары ярдаметелер балаларды, қарашырға. Уйда ярдаметерге үреттем менде, үштег үреттем, қалайтып, үшлерге ағынатам менде. Білмеген нәбәләрі жылайтып, үлтірем мен балаларды. Уфыға бардық, біргін алда барып, деді центры детске туризма тиген ерде біргін ең үшланық, яал еттік, Наталия Геннадзеңің, үрттің үрттен сектору, пречосқалары шылап, яйлап бардығығында сағат оңға. Білмеген үшланы үшланын, 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 үшланын. Всего в районе медали материнская слава награждены 173 женщины. Дану награду вручают с 1998 года. Но самое важное, самое дорогое поощрение мамы получает каждый день – улыбку и счастье своих детей. Гульнасы Брагим, Вейлнур Кумғужин и Амели Брагимов. Служба новостей. Егел тұрмыш иди лаган, ауыл тұрмышын қалаға алмаштырган беғзилерге қапыма қаршы метал бұлардай. Енсел ғайлелермен таныштыру бұлды дауаметабыз. Бұл дилы бідің жадет түркім Валид Ауынан Булатовтар ғайлайымнан танышты. Тату бәқытлы ғымыр әметет тұрмышқа үлгәші өдіскеріктәрімнен бідең қабарсібіт яқандан танышты. Әқсен әмзелі Булатовтар ир қатындан, қатын ирден оған ерек ұсырақтардың бірігі. Олы үхтирамлық бүтмі сүйі мүхетінді өзкен екі қызарыла шоға көрі бәқытлы бұйыт кірі. 24 ел бірге тату ғымыр кесірген ғайлай башылықтарының қызары бүгін сейт тарафтарды. Үлкендәрі рәзелі ұқы ұйыртын тамамлап, сұрғыт қалахында оңшылы үшлеп бүрігі. Кене Камила башқалылар әмегарип офисіміндегі гимназияла білім ала. Одақ елдар дауымында ұқытысы ғүндерін яуқылу башқарған дейлі ерғалі қызарын дала, ұқысыларын дала өл бұлмышына қаз болғанса, тек яқшы сифаттарды ғына тәрбейлерге тұрышы. Қызларды тәрбейлегенде мен әсей оларақ, талап санырақ болды менде. Атайдары көбірек еркелі әтейінде оларды, оны ол икәу ғынде. Мен талап саның ғына тұғылмен бүтінек қатын қыз үшіне үйрәтірге тұрышты менде. Қызлар қол үшіне икәу үйлә шәп, әйтірге керек е, әмді икәу үйлә ұқуға шәп болды. Шоғынаға қываныслы болды енді. Оларға қиын бұл маны мәктәпті ұқуғыла қәдірді әмін әдір қыз қайға. Шоғынды тәрвия бергенде қыз баланы боласақ әсей етіп тәрвия лейхін бетінді. Шоға нес келек, нес ке болырға үйрәтірге тұрышамынды. Шоға қыз әдірлерге бақса ұсталықтарыны, ұлар қаникул вақыттарында, ял вақыттарында қыванып ярдам еті әрінді бізге. Гейлі башлыға әқсан Рифхат олы ұшуығы әліті алында тоып бұсы. Хикан бишін сейілді Сибай тау техник ұлын тауылай. Бүгінгі күнді Вишневск үрінегінді көз түгі. Ябай был маған шахтер генерияны, заманында Чернобыль атомстансия хедомтырларын юхите удаля хатнашарға тұра келі. Маған шахтер генерияны санқан шахтер генерияны, келі келі. Сырпат, тұра келі. Тұра келі келі келі. Тұрған 2 сайл ғайты қатқасы ұдаста бірін алынды. В 2002 году в Ордин келдей. На этом выпуск завершен. Далее эфир нашего канала продолжит передачу «Литературный сундучок». Приятного просмотра и плодотворной рабочей недели. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok «Литературный сундучок».